Для специалистов ответ очевиден. Таким образом, в конкретный район вбратывается вирус. С помощью сети лабораторий его свойства проверяются на группе людей определенного генотипа. Начинается эпидемия, и страна-изготовитель вируса проявляет якобы братскую помощь, направляя пробную партию лекарств. Затем появляется главный герой. Иностранная фармацевтическая машина, черпающая миллиарды на выпуске лекарств от несуществующих или навязанных болезней. И вот еще один яркий пример такой стратегии. Если говорить о спидмедицине в нашей стране, это проплаченная нашими, как говорят, партнерами из-за рубежа ситуация. Они очень заинтересованы, что Россия из программы ВИЧ-спид не уходила. И платила денежки в ООН, в ВОЗ. Когда 35-летняя Софья забеременела в третий раз, она и подумать не могла, что сдав плановый анализ на ВИЧ, попадет в страшную ловушку. Теперь женщина боится показывать свое лицо, потому что переживает за судьбу своих старших детей. 14 февраля 2011 года мне позвонили на сотовый телефон, сказали, что это из центра СПИДа, и сказали, что у меня ВИЧ, и мне необходимо прийти. Со мной разговаривал эпидемиолог, задавала ряд вопросов, то есть говорила о том, какие были половые контакты. Я ей объясняла, что на протяжении 10 лет у меня муж постоянный, и половых контактов больше у меня никаких не было. Она стала приводить в пример те моменты, что, мол, женщины порой напиваются в ресторанах, вступают с мужчиной в половые связи, об этом они не помнят, а потом обнаруживается, что у них ВИЧ. Диагноз прозвучал как приговор, ведь она была на четвертом месяце беременности. Весь ужас заключался в том, что ей никто не сказал. Диагноз нужно перепроверять минимум в трех лабораториях. В спид-центре Софье выдали лекарства, от которых начались жуткие боли. Начала принимать вот эти вот таблетки. И вот с этого момента начался кошмар. Началась диарея, головокружение, полинейропатия, то есть руки невозможно было сжать к кулаке, дикие боли в суставах. Постоянное какое-то вот такое состояние, как сказать, как будто тебе что-ли воздуха не хватает. Ну, в общем, состояние отвратительное. В общем, в июле месяце у меня рождается ребенок. Первые сомнения в правильности своего диагноза появились у Софьи после теста на ВИЧ у новорожденного сына. Он был отрицательным. Тогда женщина решила пересдать и свой тест на ВИЧ. Значит, сдав под своей фамилией, я получила положительный результат. Сдав анонимно, я получила отрицательный результат. Эти факты не умещались в голове. Софья проверила мужа. Снова отрицательный результат. Как такое может быть? Ведь СПИД – вирусная болезнь. А значит, муж тоже должен быть ВИЧ-положительным. Но медики нашли отговорку. Я спросила у врача-инфекциониста, она сказала, что у моего мужа иммунитет к данному вирусу. То есть, с точки зрения медицины, мой муж когда-то весьма благополучно переболел ВИЧ. Потому что иммунитет – это невосприимчивость к организму, к ранее перенесенному заболеванию. Второй анализ крови новорожденного ребенка тоже не обнаружил вируса в крови. Но третий оказался роковым. 30 декабря не объявляют о ВИЧ-сатусе ребенка. Дают целый пакет препаратов. И сказали, что если вы не будете давать ребенку препараты, то он у вас за новогодние праздники просто умрет. Женщина знала, какой ужас предстоит пережить ее маленькому сыну. И в какой-то момент захотела отказаться от лечения. Но под давлением врачи уступила. А спустя месяц перестала узнавать своего ребенка. Я стала замечать, что мой сын перестает сидеть, перестает ходить. Стал, то есть, ну, как сказать, ну, не так, как все дети. То есть, нету вот этой вот радости в глазах, нету вот этого детского интереса, который вот все ему хочется знать, везде он смотрит. Все это куда-то подевалось. И мы обратились к неврологу. Она сказала, что, значит, это спастический цитропорез. То есть, к году ребенок теряет все навыки полностью. Он не ходит, не сидит, не стоит, ничего. Сегодня трехлетний сын Софьи находится в реанимации. Его не отдают матери и требуют привести на анализы остальных детей. Но мать твердо решила, что не будет этого делать. Что же с ней произошло? Стоит ли верить словам этой женщины? Доцент Иркутского медицинского университета Владимир Агеев может это объяснить. Он не единственный, кто считает, что спида нет. Беременность – отличный предлог для насаждения мифической болезни, по его словам. На фоне пониженного иммунитета и выработки антител к плоду, который организм воспринимает как чужеродный, ложно-положительный анализ на ВИЧ обеспечен в 24% из 100. Основные ВИЧ-инфицированные – это девушки в возрасте от 17 до 18 до 30-34 лет. Это репродуктивный возраст. Они хотят быть матерью. Они хотят испытать счастье материнства. А их вот здесь вот на корню. Ой, ты моя хорошая, у тебя вот анализ такой. Ты ВИЧ-инфицированная. И это стресс. А вот стресс как раз в настоящее время – это очень важный фактор, который приводит к иммунодефицитам. Идея увязать иммунодефицит с неким вирусом родилась в 80-х годах в Америке. Под эту идею один из американских центров получил огромные средства и предложил ученому Роберту Галло заняться поисками вируса. Заказ был выполнен. Через два года, 23 апреля 1984 года, на знаменитой пресс-конференции в Вашингтоне было сделано сенсационное заявление о том, что вирус СПИДа обнаружили. За свое открытие Галло получил престижный премьер. Однако доказательств существования вируса иммунодефицита человека нет до сих пор. И не верьте никому, что вот там мы вам покажем, как любят говорить по-коррески, приезжайте, посмотрите, у нас там где-то поставлен вирус. Они его держат под электронным микроскопом. В общем, сказка в пользу бедных. Вакцины нет, неэффективно, и препараты эти, если вы хотите, убивают. Владимир Агеев более 20 лет изучает поведение мифического вируса. И у него есть своя версия. Он усматривает в этом долговременную стратегию. Если это вирус, он должен вести себя как вирус. То есть для него неважно, половые, возрастные, расовые, религиозные и прочее, прочее. То есть если попал, то попал. Это как грипп. Не щадит ни малых, ни старых, ни девочков, ни мальчиков и так далее, и так далее. А здесь какая-то статистика избирательная. В основном, это статистика тех лет еще, 80-х годов, начало 90-х. Это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Обратимся к факту. В конце 90-х в США около 85% ВИЧ-инфицированных составляли гомосексуалисты. А в России 80% больных – наркоматы. Выходит, в каждой стране СПИД развивался по своим собственным законам. Если ВИЧ – это вирус, то наделенный разумом, утверждает Агеев. И косят он строго избирательно. По его наблюдениям, сегодня мифический вирус атакует женщин детородного возраста. А такого быть не может. Это называется геноцидом. Вот ты что, другого термина не подберешь. Еще по женщинам, по молодым стреляют. Которые еще хотят стать, то есть выполнить свою обязанность, так сказать, перед обществом. Дальше, то, что я вижу как врач. Теория ВИЧ-спита – это индульгенция для недобросовестного врача. А может быть для любого. Если что-то не получается в лечебной работе с диагнозом проблемы, с лечением проблемы, как-то не так все это идет, пожалуйста, зови, так сказать, специалиста по ВИЧ-медицине. Он тебе поможет. Протестируй человека и будет положительный диагноз. Самое страшное, по мнению Владимира Агеева, когда людей начинают лечить от выдуманной болезни. Побочные эффекты от лекарств очень похожи на сами симптомы ВИЧ. Разумеется, это было предусмотрено авторами лжевируса. Больные получают три препарата. Три. Смотрим аннотации. Каждый это может сделать. В аннотации куча осложнений и побочных эффектов. Мне, как врачу, понятно, когда написано, что поражаются клетки кровиторного, костного мозга, там поражается митохондрия, мне больше не надо ничего. Я только про два пункта скажу. Все. Костный мозг – это все, наше все. Здесь клетки и неспецифической системы защиты, те же гетрофилы, тут и лимфоциты всех популяций и так далее, и так далее. Поражается костный, кровотворный костный мозг. Чего вы еще хотите? Продолжение следует...